Как и обещали, Кубок нации 2018 стартует уже сегодня. Береговая волейбольная лига у нас в гостях, в лице президента ее это Алексей Александрович Беленький. Доброе утро. Доброе утро. Ну и наши гости, игрок команды Австралии Константин Александрович Бейнер. Доброе утро. Доброе утро. Вот такой резонанс случился, ждали иностранца, а пришел Константин Александрович. Да, да. Вы откуда, Константин Александрович? Коренной австралиец, да. Рассказывайте. Ну, я представляю сборную Австралии, вот, живу в Австралии уже достаточно долго, 16 лет, вот, чувствую себя больше австралийцем, вот, навсегда приятно вернуться в Россию, вот, особенно поучаствовать в таких соревнованиях, когда в России это волейбол, это основной спорт, в Австралии у нас больше плавание, другие спорты. Вы же первый раз на Кубке наций? Да, первый раз. Хорошо, позже еще вернемся к этому вопросу. Формат миксд будет в этом формате проходить Кубок наций, не олимпийский формат, это смешанный волейбол. Расскажите об этом, Алексей. Да, это смешанный волейбол, мы продвигаемся с 95-го года в России и теперь уже далеко за ее пределами. На площадке одновременно 4 мужчины и 2 женщины. Это несколько другая формула игры, там абсолютно другие действия, как в защите, так и в атаке. И, конечно, тем странам, тем сборным, которые ни разу не играли в смешанном формате, придется на первых играх подстраиваться. Но, по поводу прошлого года, мы знаем, что Казахстан... А таких много, да? Ну, половина. Уже все сборные приехали. Сегодня ночью приехала последняя сборная из Киргизии. Точнее так, ее мужская часть. Женщин мы встретили вчера. Так что мы на премьере сборной Казахстана знаем, что за время Кубка можно найти игру, можно подстроиться, перестроиться и даже выиграть. Так что у всех шансы сохраняются. Сейчас в БВЛ более 120 команд только на постоянной основе из шести регионов. Это впечатляющая цифра. И всем вам знаком формат Миксд. Константин, вам знаком формат Миксд? Ну, у нас, как бы, такой формат не настолько популярен. У вас четыре мужчины и два кенгуру. Вот так, да? Саша, ты сейчас вообще что-то... Я надеюсь, ваши девушки из вашей команды не слушают. Теперь искренне. Нет, даже все. Нет, слушают они очень веселые. На самом деле, это шутка. Ну, я к тому, что кенгуру в Австралии... Они привезут кенгуру с собой. Да? Шутите? Настоящего? Да. У нас не два кенгуру, поправлю, у нас кенгуру и страус. Это символ Австралии. Но девушки у нас англоязычные, так что, если даже они слушают, они не поймут. Слава Богу. Я не хотел вас скорбить. Подождите, вы что, действительно зверей привезли? Нет, ну у нас такая надувная кенгуру. Ну, может быть, как русские думают, что у нас кенгуру прыгают по улицам, как австралийцы думают, что у вас отхудят. Кстати, до 9 метров в длину, между прочим, я вот где-то прочитал. Да, взрослые кенгуру прыгают. Нет, не видел. Не измеряю. Взрослый австралиец сколько метров в длину прыгает? Взрослый австралиец. У меня сын чемпион по прыжкам. В сторону? Да, в сторону. Вниз. Супер. Про формат такой, Константин, есть в Австралии? Это популярный микс или нет? Ну, он как бы не популярен. Он нету его такого формата, как отдельные соревнования. Но в рамках обычных соревнований волейбола у нас есть часть, те, кто играет вот такой формат. Но обычно игроки, вот особенно мужчины, вот, то есть они либо не попали в хорошие сборные играть с мужчинами, либо им просто нравится играть с женщинами. Вот они обычно по старше возраста, вот, но это больше как фан, когда вот такой формат, ну, не так серьезно, как другие. А что сказали родные по поводу того, что вот вы едете на этот турнир в Сибирь? Родные сначала были, как бы, против, потому что, ну... Думали, что вас съест медведь? Нет, волейбол, в общем, много занимает времени, вот, я играю и так два раза в неделю на разных соревнованиях, вот, плюс добавились, естественно, тренировки, вот. Вы сильно ответственно подошли к подготовке? Константин сбросил 7 килограмм. Константин сбросил 7 килограмм, да. При подготовке к турниру. Это хорошо или плохо? Это плохо, у него форма теперь велика. Да, с формой мы, конечно, не попали. Сматывают шортики. Ну, значит, родные, как бы, готовились, но никто не верил до конца, что мы действительно поедем, потому что это долгий процесс, чтобы все купили билеты, всем открыли визы. Вот, я, как бы, последний человек, который купил билеты. Вы с семьей прилетели? Нет, я прилетел один. Теперь волейбол, моя вторая семья. Смотрите, как бы первая не взрывновала. Надеюсь, меня жена не слышит сейчас. Константин, а у вас, кстати, из России жена или из Австралии? Нет, жена, как бы, ну, сейчас она в Австралии живет, можно сказать, из Австралии. Корни, корни российские. Вы вместе туда переехали? Да, мы вместе переехали, она из Тулы. Ну, а вообще, волейболом давно занимаетесь? Как это, на вашу суть, когда он появился, как в вашей жизни? Все-таки это, наверное, хобби, у вас есть какая-то другая основная профессия? Да, ну, волейболом занимаюсь давно, вот, как бы, меня папа привел в волейбол еще где-то лет в 12, вот. Ну, серьезно начал заниматься волейболом уже в Австралии, вот, как бы, на любительском уровне сначала, потом попробовал разные соревнования, втянулся, и вот, как наркотики, вошел, и невозможно выйти, пока уже врачи не сказали, хватит, тогда можно уже искать другие спорты. Вы уже успели посмотреть на тренировки какие-то, вот, здесь, когда уже прилетели, можете уже как-то сравнить, чем отличается австралийский волейбол от российского? Да, мы вчера потренировались в французской сборной, вот. Ну, в Австралии мы в основном играем с азиатскими командами, волейбол совершенно другой. Они сильные, азиатские? Они сильные, они очень прыгучие, они низкорослые, вот. Лично для меня было впечатление то, что все игроки разных сборных, которые представлены на этом турнире, достаточно высокие, вот. Я самый высокий у себя на двух соревнованиях, поэтому чувство какое-то, что то ли я уменьшился, то ли мы играем против каких-то гигантов, вот. И, ну, формат немножко другой. Тут классический волейбол, двойные блоки, тройные блоки, вот. В Австралии мы играем в основном с азиатскими командами, они очень быстрые и прыгучие, вот. И, как бы, они выигрывают за счет скорости. А у вас какая сильная сторона? Ну, не рост? Неожиданность. Это наша сильная сторона. А уверены, что сильная? Нас не подводишь самих? Мы посмотрим после окончания турнира. Давайте прервемся на рекламу. Да, тоже посмотрим. Кубок нации 2018 стартует прямо сегодня, будет первый матч, и у нас в гостях Алексей Александрович Беленький, президент береговой волейбольной лиги и главный организатор этого события, и игрок из команды Австралии Константин Александрович Беннер. Еще раз доброе утро, друзья. Доброе утро еще раз. Ну что, Алексей Александрович, кто еще участвует, кроме Австралии? Мы вот так краем уха услышали Франция, краем уха услышали Киргизия. Казахстан. Мы Францию краем глаза вообще даже сейчас увидели. Скажите бонжур, пожалуйста. Бонжур. Нас вот в группе поддержки просто две францужники очаровательные. Кроме Австралии участвует еще сборная Франции, сборная Японии. Это команда, которая в прошлом году уже играла. Они уже примерно все понимают. Также к нам приехал победитель прошлогодней, команда Казахстана. Из новичков, кроме Австралии, к нам добавилась команда из Польши. Замечательная команда из Гданьска. У нас есть сборная Киргизии, которая прилетела вчера. Киргизы пощадили мужчин, отправив их с самолетом. Они пощадили женщин, которые два дня ехали в автобусе сюда. Из Киргизии? Да, но успели отдохнуть. И, к сожалению, у нас в последний момент отменилась команда из Болгарии. Поэтому мы приняли решение и на радость многим болельщикам и, наверное, правительству области. У нас появилась сборная команда Новосибирской области. Сборная она называется, просто мы всех так называем. Но это рейтинга, регулярная команда береговой волейбольной лиги. Одна из лучших команд, которая представляет Новосибирскую область. А у нас состоит из жителей именно районов области, правильно я понимаю? Нет, у нас состоит из жителей Новосибирска, Новосибирская область. То есть это команда, которая играет на сбореговой волейбольной лиге на регулярной основе. И как у них успехи? Есть ли у них шансы выиграть прошлого у него победителя, например? Вы знаете, шансы есть у всех. И они будут сохраняться ровно до плывов. А потом уже мы разберемся. Но я могу сказать так, вы уже упоминали, что 120 команд регулярных играет. И если команда, представляющая Россию по итогам года, она в рейтинге номер 2, то команда, представляющая Новосибирскую область, в рейтинге номер 5. То есть это сильные команды, это хорошие команды с балансированными составами. И, конечно, мы надеемся, что они покажут красивую игру. И мы очень надеемся, что они выйдут в финальный день. И в полном севере там все будет замечательно, мы будем их поддерживать. Вообще, правильно ли я понимаю, есть вот одна команда от России, да? Есть другие команды из других стран? Или от России много команд? От России одна команда. Вообще у нас зарекларирован принцип «одна страна, одна команда». Его добавили в Новосибирскую область, именно потому что снялась команда Болгарии. А команда, представляющая Россию, это не случайная сборная, это команда береговой волейбольной лиги. Смешанные из разных команд? Нет, 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 что это одна команда. Здесь есть ограничения. Все страны, мы приглашаем в сборную, они могут сформироваться конкретно на этот турнир. Но береговой волейбольной лиги это невозможно. Команды целый год завоевывают право, чтобы играть. Они выходят в рейтинге, они участвуют в гранд-финале. И победив только в годовом гранд-финале... У нас был отбор. Конечно, у нас был жесткий отбор. Это люди год проходили отбор. Среди равных по силе команд из представляющих шесть регионов России. Это было очень круто. Уже известно, кого с кем поставили на первые игры, какие страны с кем будут играть, с кем будет играть Россия, с кем Новосибирская область? Да, значит, вот как раз Константин в два часа... Сегодня? Да, сегодня в два часа у команды Австралии первый матч с командой Новосибирской области. Мы подойдем вас. Доброе, Настя. Отдайте им кенгуру на раздражание резинового. Вас будет ожидать больший сюрприз. А сразу после этого матча... А у вас большой медведь. Начнется матч Япония и Россия. То есть, соответственно, сегодня две команды, представляющие Россию и Новосибирскую область, уже зайдут играть. Новосибирская область с Австралией, а Россия с Японией. И у нас, кстати, сейчас на большом количестве ресурсов идут прямые трансляции. Уже сейчас можно вообще видеть. Уже идет разминка, которую можно видеть в интернете. На канале на YouTube бывает? На YouTube, в общем, в куче самых разных каналов. Заходите на наши официальные сайты и смотрите. А финал будет транслировать ОТС? Да, финал будет транслировать ОТС. Вообще, для нас это просто прорыв, это бомба, потому что мы делали интернет-трансляции, но нам очень помогает информационный отдел мэрии города Новосибирска. Организую эти трансляции. Вот сейчас как раз с их помощью все это организовано. Но у нас случилось мега событие. И матч за третье место и финал будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОТС. 19 мая с 12 до 4, и мы надеемся, что это будет картинка уровня Лиги Чемпионов. И мы надеемся, что Австралия будет в этом финале. Да-да. Вчера еще произошло какое-то интересное событие. Вы хотели рассказать, Олег Рей, пожалуйста. С чего началось все до открытия? Да. Первое официальное событие произошло вчера. У нас состоялась регистрация игроков. В прошлом году было 4 страны, им как-то прошло все камерно и домашнее. А сейчас это была целая процедура, большой конференц-зал. Мы подготовили много подарков и призов для игроков. Мы официально выдавали формы, делали официальные фотосессии. Так как все игроки присылали нам фотографии, кто как смог. А мы сейчас делали все единые, формы и все прочее. И у нас была в том числе проверка роста, потому что мы запрашиваем данные. И каждый присылает, я там ростом столько-то. И там вот в этой длине... Это супер важно. Я так скажу, что если у вас рост 2,10, а вы пишете себе в заявке 1,80, это принципиально важно. Вот, конечно, таких расхождения у нас не было, но не интрига, а такой смешной момент был в том, что игроки, замеряясь, выходя от медицинского ростомера, просили волонтеров прибавьте мне пару сантиметров. Для устрашения, я высокий игрок. Мы думали, будут пониже занижать, а оказалось наоборот. Да, но на самом деле рост, он имеет значение, но он не превалирует, как Константин уже говорил, про азиатские команды, которые выигрывают на скорости. И мы в прошлом году видели это на японца, которые поразили всех своей очень быстрой игрой. Она не самая высокая команда. Выигрывают скоростью, понятно, а выигрывают что? Матчи, розыгрыши. Про призы. Вот, а если говорить про призы, значит, берегово волейбольной лиги у нас за эти 23 года был один опыт, когда мы там на выездном турнире сделали финансовое вознаграждение для игроков и посмотрев, поняли, что не делали до этого и не будем больше делать никогда. На самом деле... Какая мотивация для любителей? Да, это вообще неправильная мотивация. Деньги не могут являться мотиватором. Тогда это заработок, это работа. Идите, работайте, проходите отборы, играйте за локомотив или за другие профессиональные клубы и зарабатывайте деньги волейболом. Здесь же, как раз, когда мы говорим о любителях, это люди, которые работают в самых разных сферах бизнеса. Они учатся, они преподают, но волейбол их объединяет как любимое дело. И они отдаются волейболу, отдают ему свое время и свои деньги в том числе. Так что кубок, почет, уважуха, это самое главное. И воспоминания о этом турнире, это самое главное, что будет у команды. Фоточки. Спасибо. Очень нам с вами уже весело и хорошо, но Алексей еще одну веселую историю обещал, и мы не можем отказать. Вообще команда Австралии, она такая многонациональная, Австралия страна иммигрантов. Но не все добрались. И вчера, когда мы говорили с организатором команды, Артемом Апатьевым, он рассказал очень смешную историю, что один из игроков отменился в последний момент, когда он говорит, ну ты уже покупаешь билеты? Он такой, да, да, я буду рядом в Германии, я там прям приеду. Какой рядом Германии? Он такой, ну мы же играем в Сербии. Он говорит, в какой Сербии? В Сибири. Он такой, в Сибирь я не поеду. Ну ничего, приехали без него. Все, а вы покупаете играть? Не, у них хватает состава, конечно. Мы живем в Сербии, по делам? Спасибо большое, Алексей Беленький и Константин Бейнер были у нас в гостях. Все хорошо. Спасибо.